Рад снова быть с вами. Мы говорим о том, как узнать, что будет дальше, основываясь на библейских предсказаниях. Есть две крайности в том, как люди относятся к этим предсказаниям. Одни люди считают, что это что-то страшное и непонятное, поэтому игнорируют их. Другие, кажется, зависимы от них. Все, что они хотят делать, изучают и понимают, связано с этими предсказаниями. Слово Бога дано для нашей пользы. Бог дал нам возможность заглянуть в будущее, чтобы мы с вами были подготовлены. Но основная мысль нашей беседы проста. Бог заботится о нас. Он думает о нашем благополучии. Он настолько думает о нем, что приоткрывает перед нами завесу событий, которые нас ожидают. Точно так же, как лето сменяется осенью, а осень с зимой, и мы знаем, что будет дальше, Бог дал нам точно такое же знание об изменении времени через свое слово. Я верю, что вы получите благословение от этой темы. Приятного просмотра. Тема нашей недели связана с предсказаниями, а именно с тем, что будет дальше. Можно ли найти в Писании признаки времени, в котором мы живем, и предвидеть то, что Бог собирается сделать, дабы нам сотрудничать с Ним? Думаю, что да. Мы будем три воскресенья изучать эту тему. Я молюсь, чтобы вы вынесли главную мысль. Бог заботится о нас. Бог заботится о Своем народе на Земле. Мы живем в период беспрецедентных перемен, глобальных перемен. Связанных с катаклизмами, часто жестоких перемен. Кажется, что все непоколебимое колеблется. Псалмопевец описал это так, наверное, самым красноречивым образом, что если горы упадут в море, я не убавлюсь. Дело в том, что Бог заботится о Своем народе. Ему можно доверять. Мы учимся переносить наше доверие с вещей этого мира, доверие временным вещам на Бога, все полнее и полнее. Никто из нас еще не достиг совершенства в этом, в каждом из нас идет какой-то процесс. Но мы хотим научиться все больше доверять Богу в понимании, что Он заботится о нашей жизни, теле, душе и духе. Это легко сказать, но не всегда легко сделать. Я сказал уже, чтобы понимать время, в которое мы живем. Вы знаете, что Иисус вернется на землю так же точно, как то, что Он родился в Вифлееме. Он вернется на землю в этот раз не в Вифлеем, а на гору Елеонскую. Это холм с восточной стороны Иерусалима. Наш Господь и Царь вернется. Библия очень много говорит о времени перед Его возвращением. О Его первом визите на землю было дано много информации. О Его втором пришествии тоже много информации. Но Иисус сказал, что никто из людей не знает ни дня, ни часа. Я говорю это, потому что вы можете встретить людей, которые говорят, что знают, в какой день Иисус вернется. Я бы не советовал вам спорить с Ним. Я бы не стал ввязываться в библейские дебаты, я бы просто улыбнулся, развернулся и пошел в другую сторону. Можно точно сказать, что они не знают. Ничего страшного, не стоит спорить, но Библия говорит, что мы можем понять время, в которое живем. У каждого времени свои особенности, возможности. Есть то, от чего нам нужно защищаться и к чему готовиться. Когда Иисус жил на земле, Он обличал религиозных лидеров в том, что они не узнали время, в котором жили. Несмотря на сотни предсказаний, указывающих на Мессию и условия Его рождения в Израиле. Религиозные лидеры поколения Иисуса упустили свое время. Точно так же и мы можем считать себя людьми, живущими по Библии, людьми веры, преданными Богу, и совершенно ничего не знать о времени, в котором мы живем. Время меняется, и возможности меняются вместе с Ним. Мы больше не живем под бременем сельскохозяйственного цикла. Наше благополучие больше не зависит от времени сеяния и жатвы. Мы больше зависим от супермаркетов и СМИ. Но если бы вы жили в этом цикле времена года, значили бы для вас намного больше. Если бы вы пропустили весну и возможность посадки, можно было бы сказать точно, вам пришлось бы голодать. Что бы вы не делали со всей искренностью и другими чертами характера, вы просто упустили возможности времени. Если вас стало мучить совесть, и вы собрались садить посреди зимы, вы все равно бы голодали, потому что время года не то. Законы сеяния и жатвы относятся и к духовным принципам. Нужно понимать время, в которое мы живем. Оно может и вам не нравиться. Например, сейчас весна, а вы предпочитаете осень. Но нужно понимать время и вести себя в соответствии с ним. Вот наша цель на ближайшие три недели, хотя бы в ограниченном виде. Я говорил вам, что есть две цели, на которых Бог концентрирует свое внимание на земле в наши дни. И то и другое происходит одновременно. Каждую неделю, посвященную этой теме, я буду добавлять новый слой к этим двум целям, как минимум вкратце во вступлении. Первое, о чем я говорил, что Бог делает в это время, Он собирает еврейский народ. Это может показаться вам не таким уж замечательным, если вы просто случайный наблюдатель происходящего. Но две тысячи лет еврейский народ не имел родины, а они были просто рассеяны среди народов мира. Замечательно то, что их след не потерялся в истории. Как можно было бы ожидать? Если взять народности, упомянутые в Библии, они исчезли, но евреи, несмотря на то, что они были рассеяны, продолжали существовать. Это нельзя объяснить ничем, кроме силы всемогущего Бога. В 48-м году ООН приняла решение о восстановлении Израиля, и евреи стали съезжаться туда со всех сторон мира. Это продолжается до сегодня. Я показывал вам карту, которая, уверен, вам уже надоела, но потерпите еще раз. Израиль, если вы не знали, это малюсенькая страна на самом краю Средиземного моря. Крохотная территория, всего около 6 миллионов евреев живут тут. Там также живут арабы и другие народности. Почти 6 миллионов евреев живет в Америке. Еврейское население обитает в основном в Америке и Израиле. Это малюсенькая страна, нет ничего в ее географии. В ней нет Таурского моста и высоких гор. Да, там есть побережье, но приморские города есть по всему миру. Замечательным ее делает благоволение Бога к этой земле и к ее народу. В книге Бытие Бог клялся Аврааму, что даст географическую территорию, часть суши, его потомкам навсегда. И до сего дня Бог держит свое обещание, касающееся этой земли. Интересно, что она окружена народами, которые по своим религиозным убеждениям настроены против государства. Израиль существует в леденящем холоде, ненависти и жестокости. Сейчас эта жестокость имеет место внутри этих стран, но однажды появится человек, который объединит все эти страны в их ненависти к евреям. Это впереди, и это иррационально. Итак, эта страна малюсенькая и крохотная, посмотрите. Вот она в сравнении с 48-ю Соединенными Штатами. Эта маленькая страна, ненамного больше средней части Теннесси. Если послушать, как обсуждается мир на Ближнем Востоке, видно, что эта территория держит весь мир в напряжении. Разговоры во всем мире постоянно сводятся к тому, что на Ближнем Востоке не будет мира, пока Израиль не уступит земле. Смешно? Посмотрите на карту. Все эти страны с огромной территорией, сотнями миллионов человек населения, окружающие малюсенький Израиль, говорят, мы не заключим мира с Израилем, пока он не отдаст нам часть своей территории. В конечном итоге они хотят не часть территории. Они хотят выгнать еврейский народ и занять всю эту землю. Если сейчас на переговорах они говорят, мы хотим часть, то это шаг к конечной цели. Цель — это не мир, а устранение еврейского народа с их земли. Единственное объяснение процветанию страны, они не просто выживают, а процветают в этом окружении, это Бог. Бог делает это. Он обещал это через пророков, и мы с вами живем в такое время, когда ежедневные новости подчеркивают верность Бога. Есть наблюдение, что СМИ каждый день освещают эту тему. Она связана с ненавистью к еврейскому народу. Она длится веками, у нас даже есть специальное слово, и мы называем ее антисемитизмом. Оно означает просто ненависть к евреям, ни за их поступки или характер, ни за их речь или место жительства, ни за накопленные ресурсы, просто за то, что они евреи. Более широкое понятие — это расизм. Мы думаем, что расизм — это вражда белых к черным, в основном из-за культуры, в которой живем. Но расизм не сводится только к этой узкой теме. Расизм — это ненависть к человеку, просто из-за его национальности или цвета кожи, из-за того, что человек не может изменить. Именно эту российскую ненависть мы видим в отношении к еврейскому народу на протяжении веков. Она так распространена, что мы назвали ее отдельным словом — антисемитизм. Бог не удивлен этим. В книге Исаии, 60 главе, 15 стихе, Бог сказал о еврейском народе. «Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов». Бог сказал, вы будете ненавидимы всеми. Он сказал им об этом. Но Он еще сказал, «Несмотря на эту ненависть, Я использую вас, чтобы принести радость каждому поколению». Это замечательное обетование, ведь если Бог может сделать это в жизни евреев, Он может сделать и в нашей с вами жизни. Когда вам больно, вы переживаете несправедливость, Бог может использовать эти моменты, дабы дать нам триумф. Антисемитизм продолжает существовать так долго во многих местах земного шара, потому что одним из величайших инкубаторов и носителей антисемитизма является Церковь Иисуса Христа. Это безошибочный исторический факт. Не буду тратить время на примеры, но могу сказать, что это началось с периода Нового Завета. В нашем Новом Завете об этом написано. В послании к римлянам 11 главе апостол Павел пишет церкви в Риме, самом влиятельном городе того времени. В этом городе была основана церковь, и Павел пишет ей, «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ своего? Никак, ибо и я, израилитянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Мы с вами изучали принципы толкования Библии. Вот один из них. Если задается вопрос, то он задается не на пустом месте, а потому что есть какая-то проблема. Если в Библии говорится, что делать с быком, который бодает соседей, значит, у кого-то был бык, который бодал соседей. Библия говорит не унывать, делая добро, потому что мы иногда устаем, делая добро. У вас ведь тоже так бывает? Иногда я стою в очереди в кассу быстрого обслуживания в супермаркете, над которой висит большая вывеска до 10 предметов. И передо мной человек, у которого 36 предметов. Мне хочется дать ему карточку с надписью «Сегодня я устал бы добрым» и стукнуть его по голове или по плечу пачкой денег. Может, мне станет легче? Ты что, до 10 считать не умеешь? Молитесь за меня, прошу вас. Я вам точно говорю, если Павел пишет церкви в Риме и поднимает этот вопрос, неужели Бог отверг народ свой? Значит, в римской церкви многие поддерживали идею, что Бог отверг еврейский народ. Поэтому Павел пишет об этом и спрашивает, разве это могло произойти? Затем отвечает «никак». Русское слово здесь не так выразительно, как наклонение греческого глагола. Тут написано ни в коем случае. «Не дай Бог, ибо и я, еврей, не отверг Бог народа своего». Немного жестоко и неприятно, что всего через несколько лет после вознесения Иисуса на небеса уже появился спор в христианском мире о том, что Бог отверг еврейский народ. Наш Мессия был евреем. Первые ученики еще были живы. И Иаков, и Иоанн еще трудились. Павел помогал этой церкви. Но лидеры римской церкви говорили, «Евреи отвергнуты». И Павел отвечает, «Не дай Бог». Это неправда. Однако эта идея продолжает существовать в христианской церкви до сегодня. Она вошла в традицию и распространилась. Слишком часто она используется как инкубатор жестокости и ненависти. Антисемитизм. Есть причины, почему это случилось в Риме. Римский император, который пришел к власти, ненавидел евреев. Он был антисемитом. Он выгнал их из Рима. В руководстве молодой церкви образовался вакуум, и неевреи стали лидерами. Того императора сменил другой, более благосклонной к еврейскому народу, и евреев пригласили вернуться в Рим. Догадайтесь, что произошло, когда еврейские верующие вернулись в Рим? Римляне больше не хотели, чтобы они были в церкви. А они заняли их места. Это борьба за власть. С этого началась теологическая формулировка, что Бог отверг евреев. Вы упустили возможность, которую дал вам Бог, и значит, Бог вас отверг. Именно об этом говорит Павел. Он спрашивает, неужели Бог отверг еврейский народ? Не дай Бог. Здесь видно высокомерие. Представьте, если бы мы не евреи, сказали евреям, вы упустили возможность, которую Бог вам дал, поэтому Бог нарушил свой завет с вами, и отверг вас. Здесь есть люди, которые никогда не упускали возможностей, данных Богом или нет. Вы понимаете проблему? Если мы занимаем теологическую позицию, что Бог отвергает человека, который упускает его возможности, никого из вас не было бы в списке, и это поразительно. Это существует веками, в разных странах, по разным причинам, и общая черта, необъяснимая ненависть к еврейскому народу. Можно понять это только с духовной точки зрения. Есть разные названия. Разные погромы, испанская инквизиция. В Германии это называлось окончательным решением. Истребление евреев с лица Европы погибло более 6 миллионов человек. Сегодня это явление живет и здравствует на планете Земля. В Иране иранское правительство, мулы публично, многократно, много лет высказывали свое намерение изолировать еврейский народ. Они радовались восстановлению израильского государства. Они публично заявили, что теперь будет проще уничтожить евреев, потому что многие собраны в одном месте. У меня часто спрашивают совета, как внести оживление в духовную жизнь. Что делать, чтобы вдохнуть энергию в отношения с Господом? Дам вам одну идею, которая точно поможет. Начните со Слова Божьего. Регулярно, каждый день, вкладывайте силы и концентрируйтесь на нем. Зачастую мы знаем, что нужно делать, но не делаем или все откладываем на потом. Из-за этого мы стоим на месте. Посвятите 10-15 минут в день чтению Библии. Начните с Евангелий, прочтите их полностью, затем освойте весь Новый Завет. Это изменит вашу жизнь. Возможно, не каждое слово вы поймете, не все города будете знать, и не все слова произнесете правильно. Но пока вы читаете Слово Божие, оно будет читать вас и принесет благословение Бога в вашу жизнь. Это откроет ваше сердце для Духа Божьего по-новому. Вы можете подготовиться к сотрудничеству с Божьими планами, несмотря на времена перемены смятения. Как дар за вашу поддержку, сегодня мы вышлем вам комплект CD-дисков с тремя посланиями, распознавая, что дальше. Бог хранит вас. Пожертвуйте 50 или более долларов, и в качестве бонуса вы получите тематическую Библию в новом современном переводе. Божье Слово говорит нам, чего ожидать в эти неспокойные времена. Звоните нам по телефону или заходите на наш веб-сайт. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы несем перемены. Откройте книгу Иезекииля, 39 главу, 21 стих. «Бог говорит через него, «Я явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них». Давайте пока остановимся. Иезекииль — это пророк, древний еврейский пророк с Ближнего Востока, живший за пять веков до рождения Иисуса. Древний человек с Ближнего Востока говорит о том, что у всех народов мира будут похожие переживания. Я бы сказал, что это очень прогрессивная идея для человека, у которого самое быстрое доступное ему средство коммуникации — это рукописные записи, перевозимые на быстром верблюде. И он говорит нам, что все народы увидят суд Божий, не думаю, что это метафора. На Ближнем Востоке нет такой высокой горы, с которой видно весь мир. Но он описывает эру и время, в которое живем мы с вами. Мы привыкли пить утром чашечку кофе и смотреть события, произошедшие во Франции, в поезде, или сводку новостей о проявлении жестокости во время авианалета в Ниневе, в Ираке, или же нас интригует ситуация на рынке Китая и ее влияние на нас. Это обычная утренняя процедура. Для Иезекииля не очень обычная. Но он смотрел сквозь века и сказал, «Придет день, когда силу Божию увидят все народы». Глобализация — не новая идея. Еще до появления осведомленности о ситуации в мире Бог планировал такую возможность. Не стесняйтесь того, что вы последователи Христа. Не стыдитесь и не смущайтесь от того, что верите Слову Божьему. Евангелие от Матфея, 24 глава. Иисус здесь тоже описывает время перед Своим возвращением. Он говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это довольно точное описание нашего поколения, правда? Например, все эти разговоры о безопасности, идеология, защите наших детей. Я задам вам вопрос, вы можете ответить на него, если вам больше 12 лет. Если вам меньше 12, вы тоже можете ответить, просто у вас более ограниченный опыт. Если вам больше 12, мне чуть больше 12. Если вам больше 12, за время вашей жизни уровень беззакония вырос или уменьшился? Стало больше жестокости или меньше? Мне кажется, что этот уровень растет. Когда я был маленьким мальчиком и пошел в первый класс после детского сада, родители отпускали меня из дома, и я шел сам мимо нескольких домов до школы. Я не думаю, что они пытались избавиться от меня. В моей памяти сохранились воспоминания, что многие дети шли в школу, и это было нормально. Вы можете представить такое сегодня? Представители Министерства безопасности придут к вам домой. Все эти диалоги о безопасности, о контроле уровня потребления сахара говорят мне об умножении беззакония. Нечего стыдиться или смущаться. Иисус сказал правду. Он сказал, претерпевший до конца спасется. Нужно обратить на это внимание. Он описывает время перед своим пришествием и говорит, что нам с вами придется терпеть и претерпевать. Это подразумевает, что по нам что-то будет бить. И единственный способ удержать спасение, которое мы имеем во Христе, претерпеть до конца. Люди говорят, откуда вы знаете, что это последнее время? Все всегда говорили, что живут в последнее время. Почему вы думаете, что теперь последнее время? У меня есть мнение, но оно не так уж важно сегодня. Да, я думаю, что мы приближаемся к концу веков, но у меня нет шкалы времени. Может, остался год или 10 лет или 100, но я могу вам сказать, что касается нас с вами, это наши последние дни. Если вы закончите свои последние дни и отобразите спасение, то есть нашего Бога, вам тоже потребуется для этого претерпеть до конца. Но теперь смотрите, что Иисус говорит дальше. «И проповедано будет Евангелие Царства по всей Вселенной». Церковь Иисуса Христа играет важную роль в приближении дня, когда Иисус возвратится на землю. Ангелы не проповедуют Евангелие. Дух Божий не проповедует Евангелие отдельно от людей. Роль церкви на земле — проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Не просто состоять в клубе «Благослови меня». Я не против благословений. Но цель церкви — не только облегчить свою боль, решить свои проблемы, занять удобное место на парковке и ходить в современный магазин. Мы живем для достижения целей Царства Божьего. Сколько раз вы читали Библию, будь то рождественская история или удивительные рассказы о своих любимых героях? Давиде, Данииле, Исаии или Илье. Вы думали, наверное, как замечательно было бы участвовать вместе с Богом в этой истории на земле. Именно такое предложение сделано нам. Мы можем быть участниками в этом поколении, которые способствуют возвращению Господа. Есть кое-какие идеи. Я думаю, вы их поддержите. Вот одна из них. Бог заботится обо всех людях на земле. Очень важно знать, что все люди ценны для Бога. Откровение, 7 глава. Иоанн видит видение небеса и святых Божиих, собравшихся перед Божиим престолом. Он пишет, «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог сосчитать». Это не так удивительно, что святые Божии стоят перед его престолом. Но Иоанн описывает людей, которых видит. Из описания, которое он нам дает, можно понять, что удивило его. Он не этого ожидал. Послушайте, как он описывает людей. «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и предагонцем». Для нас с вами это неудивительно, но Иоанн — еврей. Его выбрал еврейский раввин, Иисус из Назарета. Все остальные, которых выбрал Иисус для обучения, включая Иоанна, были евреями. Петр, Иаков, Андрей, Матфей и вся команда. Служение Иисуса было преимущественно направлено на деревни и города Израиля. Все, что переживал Иоанн в контексте его отношений с Иисусом, было преимущественно направлено на евреев. В день Пятидесятницы, когда Иисус вознесся на небо, и Дух Божий излился в Иерусалиме, это произошло, опять же, среди еврейской аудитории. Лидеры церкви, которых знал Иоанн, были евреями. Когда жизнь Иоанна подходила к концу, и все церкви начинали проникать в средиземноморские страны, ему было дано откровение о конце веков. Бог показывает ему свой народ. Иоанн понимает, что народ Божий, с которым Бог заключил завет, это потомки Авраама, Исаака и Иакова. И когда он смотрит на народ Божий, собравшийся вокруг престола, то что же он там видит? Можно представить его удивление. Он говорит так. Люди из всех племен, колен и народов, из всех языков, стояли перед престолом. Какой урок для нас с вами? Урок очень простой. Все люди важны для Бога. В заключении хочу поделиться одной идеей, которая останется вашим сердцем. Она простая, но важная. Люди важны для Бога. Бога никогда не удивляют трудности, с которыми мы сталкиваемся, или непостоянство нашего сердца. Люди важны для Бога. Этому нет объяснения. Писание просто говорит, что Бог любит нас. Он любит нас так сильно, что послал Иисуса. Какие бы трудности вы не встречали сегодня, как бы вы не понимали Божье Слово, знайте, ваша жизнь важна для Бога. Бог призвал вас в это время. Я хочу помолиться за вас. Отец, благодарю тебя за каждого человека. Я знаю, что каждая жизнь драгоценна для тебя. Ты думаешь о каждом. Ни одна деталь не скрыта от твоего взгляда. Я молюсь, чтобы твое присутствие было для этих людей реальнее, чем любые трудности, которые они встречают. Чтобы они знали твою исцеляющую, освобождающую силу, и чтобы твой мир наполнял их сердца. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое, глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok